Привет всем! С вами сайт смартфон UA и флагман компании HTC – металлический красавчик One M9 со стереодинамиками BoomSound и 20-мегапиксельной камерой. В плане дизайна он недалеко ушел от своего предшественника, а вот аппаратная начинка обновилась на все 100%. Речь идет о флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 810 и 3 ГБ оперативки, который в паре без преувеличений с способные на многое. Интересно? Тогда больше подробностей смотрите дальше в нашем видеообзоре. Внешний вид нового флагмана HTC не особо изменился со времен предыдущей его версии. Трансформации в дизайне минимальные, но мы все же их заметили. Во-первых, цельнометаллический корпус гаджета с текстурой шлифованного металла теперь выполнен в двух тонах и выглядит явно поинтереснее. Нам на тест достался аппарат в серебристом корпусе с зеркальной золотистой окантовкой. Есть еще варианты в золотистом и сером. Малозаметное внешне, но весьма важное улучшение коснулось кнопки питания. Она перекочевала на правую боковую грань и теперь ложится в аккурат под большой палец. Чуть выше нее обустроены раздельные клавиши регулировки громкости звука и выдвижной слот для карты памяти microSD. На противоположной боковушке обустроен закрытый слот для nanoSIM-карты. Нижний торец занимает 3,5-мм аудиовыход и порт microUSB, а на верхнем расположена черная пластиковая вставка, прячущая ИК-порт. Передняя панель One M9 разделена между 5-дюймовым дисплеем, боковые рамки которого стали несколько уже, нежели в M8, объективом ультрапиксельной камеры, прорезью для датчиков и двумя решетками стереодинамиков. Под верхней скрывается еще и LED-индикатор, а под нижней разговорный микрофон. Отличить One M9 от предшественника проще всего по тыльной панели. Здесь новинку выдает квадратная форма объектива 21-мегапиксельной камеры с двухцветной светодиодной вспышкой. По центру традиционно нанесен логотип компании-производителя. На своих местах остались микрофон шумоподавления и пластиковые полосы, прячущие антенны. Благодаря эргономичной форме корпуса и безупречному качеству сборки, One M9 удобно и приятно держать в руках, в том числе, когда речь заходит об управлении одной рукой. Что касается дисплея новинки, то и на этом фронте в M9 без перемен, за исключением разве что защитного стекла Gorilla Glass. Вместо третьего поколения используется куда более прочное, четвертое. Сверху на него нанесено олефобное покрытие, благодаря которому отпечатки пальцев на панели практически не остаются. Диагональ экрана One M9 и его разрешения остались на уровне прошлогодней модели. 5 дюймов 1920 на 1080 точек. Плотность пикселей на дюйм 441. Никакой пикселизации вы здесь не увидите. Выводимое изображение четкое, шрифты ровные. В основе дисплея матрица Super LCD 3 с великолепной цветопередачей и широкими углами обзора. Запас яркости экрана неплохой, по крайней мере максимума достаточно для комфортной работы со смартфоном в солнечную погоду. Уровень подсветки можно регулировать либо вручную, либо автоматически. Дисплей One M9 очень отзывчивый, распознает до 10 одновременных касаний и реагирует на прикосновения в перчатках. Функция Motion Launch позволяет вывести смартфон из режима сна, используя комбинацию простых жестов. Если изменения в дизайне One M9 можно назвать субуга косметическими, то аппаратная начинка преобразилась довольно существенно. Смартфон одним из первых на рынке получил новый 64-битный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с графикой Adreno 430. Этот весьма дорогостоящий чипсет сыграл с компанией злую шутку. Уже на старте продаж новинки пользователи массово жаловались на проблему с перегревом. Эта беда, к слову, не обошла стороной и наш тестовый экземпляр, вплоть до обновления прошивки. В паре с 3 гигабайтами оперативной памяти Snapdragon 810 позволяет HTC One M9 набирать в AnTuTu более 52 тысяч баллов. На практике эта железная связка воспроизводит видео в 4К разрешении и позволяет играть в любые игры из Play Market с максимальными настройками графики. С более простыми задачами вообще проблем не возникнет, уж поверьте. Емкость встроенного флеш-накопителя One M9 составляет 32 гигабайта. Отдельно отметим поддержку спецификации USB OTG и карт памяти формата microSD объемом до 128 гигабайт. Смартфон получил и каппорт для дистанционного управления бытовой техникой и подобающий флагману набор беспроводных технологий. One M9 работает под управлением операционной системы Android 5.0.2 Lollipop с фирменной оболочкой HTC Sense 7.0, которая имеет весьма простой и понятный интерфейс. Пользователь самостоятельно может создавать и редактировать темы оформления, изменять кнопки навигации, выбирать набор приложений главного экрана, исходя из своего местонахождения. Предусмотрено мультимедийное программное обеспечение HTC Connect, которое позволяет воспроизводить видео и музыку со смартфона на других устройствах. Кроме того, как и ранее доступен новостной агрегатор BlinkFeed. Среди предустановленных приложений выделим пульт дистанционного управления PIL Smart Remote, ZOE для публикации и микширования видеоколлажей, офисный пакет Polaris Office, Scribble для создания художественных работ и комбинирования снимков, фоторедактор, утилиту DotView, предназначенную специально для обладателей M9 с одноименным чехлом и многое другое. Более мощное железо новой модели вынудило разработчиков увеличить емкость его аккумулятора до 2840 мАч. Любопытно, что при этом габариты и вес M1-9 в сравнении с M8 не только не изменились, а наоборот стали даже меньше. Если сильно не терроризировать смартфон тяжелыми играми и видео, а использовать в основном для звонков и веб-серфинга, то заряда его батареи хватит в среднем на 7-8 часов, а активировав предусмотренный здесь режим энергосбережения, время автономной работы и того более можно продлить до одних суток. В то же время на автоматических настройках яркости экрана в режиме просмотра Full HD видео гаджет продержится не более 5 часов, а Asphalt 8 истощит его батарею до нуля всего за 3-3,5 часа. Как и в предыдущих флагманах HTC, музыкальные особенности у M9 на высоте. В нем отлично сбалансированы басы и высокие частоты. На максимальной громкости пользователь не услышит ни единого искажения. Для динамиков BoomSound с поддержкой аудиотехнологии Dolby Audio в настройках предусмотрено два режима – музыка и в театре. Смартфон из коробки поддерживает аудио высокого разрешения, то есть звук, превосходящий качеством CD, за счет чего играет очень круто и в плане аудиовозможностей превосходит большинство своих конкурентов в сегменте флагманов. При подключении наушников можно слушать FM-радио и есть возможность подобрать для них подходящий профиль. Звук в разговорном динамике чистый, без посторонних шумов. Запас громкости приличный, собеседника хорошо слышно даже в шумных местах. Основная камера One M9 – это 21-мегапиксельный сенсор с обратной подсветкой матрицы, дополненный системой автофокусировки и двухцветной светодиодной вспышкой. Сверху объектив фотомодуля защищен сапфировым стеклом. Как для флагмана 2015 года, здесь не хватает разве что системы оптической стабилизации изображения. Приложение камеры не перегружено многочисленными настройками, лишь все самое необходимое. Из доступных режимов фотосъемки – рок-камера, боке, двойная съемка, панорама, фотокиоск. С помощью камеры One M9 можно сделать очень хорошие снимки, если уловить подходящее освещение и правильно воспользоваться предусмотренными настройками. Видео фотомодуль пишет в максимальном разрешении 4К. При записи Full HD роликов можно активировать режим скоростной и замедленной съемки. В целом, качеством отснятого материала мы остались довольны. Фронтальный фотомодуль One M9 имеет разрешение 4 ультрапикселя. Он идеально подходит для видеочатов и позволяет делать качественные селфи. Запись видео осуществляется в Full HD разрешении. Что ж, HTC One M9 стал на порядок лучше своего предшественника. Это высокопроизводительный смартфон со стильной, хорошо узнаваемой внешностью, который радует безупречной сборкой, отменным звучанием и качественной фотосоставляющей. Вместе с тем, из-за отсутствия трендового Quad HD дисплея, оптической стабилизации изображений, ну и хотя бы минимальных революционных новшеств в дизайне, бороться за покупателя с другими флагманами 2015 года этому девайсу за 690 долларов будет крайне трудно. Продолжение следует...